В Черкасах начали допрос свидетеля по делу Валерия Костенко. Это командир Луганского Беркута. Его обвиняют в том, что он и его подчиненные жестоко расправились с майдановцами возле здания обл. администрации 27 января 2014 года. Тогда пострадали десятки человек. Сам Костенко за год ни разу не явился на процессе. Почему? Расскажет Станислав Кухарчук. Это громкое дело времен революции. Достоинство рассматривается почти год. Но общественность к процессу равнодушна. Уже традиционно в зале только потерпевшие, свидетели, прокурор и адвокат. Валерий Костенко, обвиняемый в превышении служебных полномочий, препятствований журналистской деятельности, ни на одно заседание не появился. Судья требует у прокурора подтверждения официального вызова Костенко в суд. Прийти на заседание и даже приехать на подконтрольную Украине территорию Костенко вряд ли решится. Сразу после начала противостояния на Донбассе Луганский Беркут в полном составе вместе с командиром перешел на сторону боевиков. Этим подразделением Костенко командует до сих пор. А это кадры, на которых в 2014-м те же спецназовцы избивали майдановцев в Черкассах. Тогда тубинками избивали не только митингующих, но и журналистов. Та съемка для оператора Сергея Ефимова закончилась разбитой камерой. Лишь чудом ему удалось избежать избиения. По делу Сергей проходит как свидетель, ведь он лично столкнулся с командиром Луганского Беркута. Адвокат обвиняемого выясняет, мог бы он сейчас узнать Костенко. Ну вот голос Костенко, уверяет Сергей, узнает хоть сейчас. Правда признается, если бы дело так долго не затянули, свидетельствовать ему было бы значительно легче. Как я могу сейчас давать какие-то свидетельства, как прошло 4 года, и я каких-то подробностей, которые могут допомогать в справе, может и не сгадаю уже. То, что Валерия Костенко ждет обвинительный приговор, прокурор более чем уверенно доказательств хватает. Вот только решение будет заочно и шансов, что он реально отсидит срок, крайне мало. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Продолжение следует.